Одно из основных достижений агрокомбината Ждановичи – это теплицы, расположенные на 27 гектарах. В основном в них выращивают помидоры и огурцы. Также собирают в теплицах урожай баклажанов, перцев и кистевых томатов. Полностью обеспечивает комбинат необходимой энергией МиниТЭЦ. Генеральный директор агрокомбината Григорий Чуйко рассказал Алексею Кокорину из ауральской делегации о технологиях, которые позволили наладить высокоэффективное производство овощей в закрытом грунте и показали, как они применяются на практике. Растения выращивают в субстрате из минеральной ваты, при этом к каждому корню подведены управляемые компьютером капельницы, которые подают по бегу питательные вещества и воду в необходимом количестве и в нужный срок. Благодаря такому сбалансированному питанию в овощах не накапливаются нитраты. Эта технология позволяет получать огурцы с февраля, а помидоры с апреля по ноябрь. Благодаря ее использованию урожай вырос более чем вдвое. В открытом грунте в хозяйстве выращивают картофель, морковь, свеклу, капусту и другие овощи. Выращенный урожай хранят в овощехранилище объемом почти 11 тысяч тонн. Агрокомбинат Жданович занимается не только овощными культурами, но и зерном, фруктами, а также переработкой. В его состав входит производство по квашению капусты, моркови и других овощей. На комбинатах Кунцевщины и Богатырева выращивается 12 сортов роз. На 10 молочно-товарных фермах содержится 6,5 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 2,5 тысячи – дойное стадо. Алексей Кокорин, первый заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин и другие представители делегации нашего региона обсудили с руководством агрокомбината вопросы сотрудничества. Светлана Епифанова, Александр Немков, информационное агентство Курганру.